Мальчишки Мальчишки В Второй мировой войне 13 миллионов дети. Мальчишки Едва ли кто помнит, что самой крайней точкой нашей западной границы в 41 году была Паланга, небольшой городок на Балтийском взморье. Здесь в ночь на 22 июня первыми войну встретили дети. 2000 литовских детей в пионерском лагере. Народный писатель Литвы Миколас Слуцкис Даже не верится, что-то здесь было. Вдруг взрыв, грохот сквозь плеск волн Балтийского моря. И дым заслал комнату. Мы ничего не видим. Бросаемся к окнам. Я вылетаю с рамой на двор. И прямо предо мной раненый мальчик. У него отрезан кусок лба. И еще рукой он старается закрыть мозг. Вокруг крики ужасные. Мама, мама, кричат. Лагерь наш. Немцы обстреляли из минометов и артиллерийских орудий. А когда мы, горстка ребят, выбрались оттуда, то на нас стали пикировать самолеты. Идем, и вдруг тень самолета. Что-то бросаешься или в тювет, или в грязь, или в пыль. Закрываешь голову руками и ждешь, пока эта смерть пройдет. Миколасу Слуцкису было тогда 13 лет. Оставшиеся в живых вышли к станции, когда от нее отходил последний эшелон. Их тащили в вагон, где везли тяжело раненых. Слуцкис потом напишет об этом рассказ и назовет его «Живите». «Живите», шептал им умирающий солдат. Они не все понимали по-русски. Но это слово поняли все. «Живите». Оказавшись в самом пекле, дети выносили то, что было порой не под силу и взрослым. Они вели себя, как герои. Марат Козей. У этого мальчика фашисты отняли родной дом в белорусском селе. Казнили мать. Стала инвалидом в партизанском отряде сестра. Герой социалистического труда, учительница Ариадна Ивановна Козей. «Здравствуй, сестра Ада. Пишу письмо уже третье и не знаю, получишь ты или нет. Я теперь в разведке». Вот у меня в руках единственное письмо от Марата, которое чудом сохранилось и, собственно говоря, чудом попало за линию фронта. Кто-то из летчиков взял и привез его в Москву, а затем оно попало ко мне в Иркутск, где я лечилась в госпитале. Это был 43-й год. Марат уже воевал. Марат был в партизанской бригаде разведчиком. Надо сказать, что его очень любили все партизаны и разведчики в том числе. И называли его уважительно Марат Иванович. Марат был очень общительный, веселый, живой мальчик, как, наверное, большинство ребят. И он уже воевал. Он воевал с первых дней войны. А погиб в неполных 15 лет. Возвращался с задания и попал в засаду. Пока не кончились патроны, Марат отстреливался. Враги окружили его. Последней гранатой он взорвал себя вместе с фашистами. Смерть и разрушение нес враг нашему народу. Гнев и ненависть народа встали на его пути. В лес уходили мужчины, женщины, дети. Партизанский лагерь стал семьею для многих ребят. Заботливой, любящей и строгой. Рядом со взрослыми сражались дети. И погибали тоже рядом. Так было везде, куда пришел враг. В декабре 1945 года Екатерина Алексеевна Голикова получила письмо от председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Ивановича Калинина. Уважаемая Екатерина Алексеевна, По сообщению командования, ваш сын Голиков Леонид Александрович погиб за советскую родину смертью храбрых. Посылаю вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении вашему сыну звания Героя Советского Союза. Мать повесила грамоту на стене вместо портрета сына. Его фотографии не осталось. Ни одной. Всю их деревню Лукино фашисты сожгли летом 41-го. Леня с мамой успели уйти в чем были. Этот портрет нарисован уже после войны по воспоминаниям родных партизан, по рассказам его командира Алексея Петровича Лучина. Когда формировалась бригада, к нам в штаб пришел маленький, невысокого роста, Паришок назвался Леней Голиковым и просился в партизаны. Мы ему отказали и предложили порасти, но Голиков был напористым парнем. Посоветовавшись, мы решили все же его принять в партизаны. Так с марта 42-го года Голиков стал партизаном. Он стал бойцом партизанской бригады Алексея Петровича Лучина. Они взрывали мосты, разрушали связь, не давали врагу покоя. Алексей Петрович Лучин и товарищ Лени Голикова Саша Петров. Александр Яковлевич Петров. Был такой случай, когда твоя группа на дороге Луга-Псков захватила автомашину, и в ней был генерал Вичард Ригц. Это было, я помню, деревня Варницы. Мы с Лени Голиковым подбили машину гранатой, забрали ценные документы и отдали штаб. Да, но это я помню, что эти документы были потом направлены в Ленинград, а оттуда даже в Москву. За эту операцию Леня Голиков был награжден орденом Красного Знамени. Сохранилась автобиография Лени Голикова. Очень короткая. Всего несколько строк. Родился в 1926-м. Пошел в школу в 1935-м. В 1942-м году вступил в отряд. Через два года, в 1944-м, он стал героем Советского Союза. Посмертно. «Самое дорогое у человека – это жизнь», – писал Николай Островский, как будто думая о них, о Лене Голикове и его товарищу. И прожить ее надо так, чтобы, умирая, смог сказать, вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. Николай Островский – это слава Шепетовке. Здесь его дыхание, его книги. Но Шепетовка – это и мальчик с мягким именем Валя, с ласковой фамилией Кокин. Он рано понял, что жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо, как учил Островский. Клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагами, чем отдам себя, своих родных и весь советский народ в рабство к кровавому фашизму. Это слова клятвы, с которой Валя вступил в партизанский отряд. Друзья и командиры Котика. Иван Русняк, Георгий Куханишвили, художник Борис Некрасов, его одноклассник, друг по партизанскому отряду, и Валя. А ведь ему было всего 13 лет, когда он пришел в партизанский отряд. Да, да. Он пришел такой, хотя и маленький. Мы начали борьбу с фашистами в 11. Сразу, как только немцы пришли в Шепетовку, мы включились в подполье, начали собирать оружие. Был у нас партизан, поручили нам тайник заведовать. Мы слесили туда боеприпасы, остатки оружия. Ну, так что, а потом уже, когда уже... Ему было 13 лет всего. Да, когда уже отряд свалил. Это в сентябре 43-го года он пришел к нам такой смелый, волеволь, всегда говорил, вот, что я хочу быть каким-то, как Павка Корчаев. И когда мы шли на выполнение задания, он всегда просился идти с нами. Во многих операциях он и участвовал. Но было такое, что я ему отказывал, что он до меня, товарищ политрук, возьмите. И даже плакал, не только, что просился на задание. А помнишь, как он ходил на подрыв? Да, когда мы ходили на задание, как раз нашли провольки. Это не провольки, а кабель, который соединял Берлин, значит, в Винницю. А мы его перерезали, он его перерезал. И целую неделю без связи остались с немцами. До войны Валя Котик, как и многие мальчишки, мечтал о море. Хотел стать капитаном дальнего плавания. Не стал. Он стал самым юным героем Советского Союза. 14 лет. Посмертно. Говорят, у войны не женское лицо. Было, было оно и женским. И даже детским. Зина Портнова, ленинградская девочка, белорусская партизанка. Герой Советского Союза. Зина с восьмилетней сестренкой Галей приехала на каникулы к бабушке в белорусскую деревню Зуи. Стоял июнь 41-го года. Думала, что приехала на лето, а осталась навсегда. Галина Мартыновна Мельникова-Портнова, сестра Зины. Они вместе были в партизанском отряде. Девочки росли в Ленинграде и очень любили свой город. Вместе гуляли, ходили в музеи, в театры. Вместе бегали в эту школу. Зиночка в моей памяти, да и в памяти всех наших родных, до сих пор вспоминается, как очень хрупкая, нежная, оцикчивая девочка. С первых дней войны она заменила мне маму. И до конца своей жизни я буду помнить сестричку именно вот такой необыкновенно ласковой, необыкновенно доброй девочкой. А ведь они могли остаться тем летом дома или успеть вернуться в Ленинград. Как бы сложилась тогда судьба Зины? Она могла стать санитаркой в одном из ленинградских госпиталей, как эта девочка Нина Орлова. Или ее подобрали бы работники Ленинградского дворца пионеров, и она бы стала бойцом танцевальной роты Ленинградского фронта. Зина занималась до войны в танцевальной студии и исполняла главную роль в балете «Аистенок». А может быть, ее ждала судьба Тани Савичевой. «Аистенок». А может быть, ее ждала судьба Тани Савичевой. Зина стала партизанкой, подпольщицей. Последний раз я видела сестричку глубокую осенью 43-го года. Я не знала, что провожаю ее в последнее ее задание. Она была очень веселая и подбежала ко мне, поцеловала меня в щеку, а я сидела на крыльце, мотала бинты перед обходом нашего фельдшера. Она сказала, «Галка, я пошла в задание. Ты не волнуйся, я приду вечером». И не пришла. Так начался последний месяц ее жизни. Не сломленная допросами, Зина стреляет в своих мучителей и бежит. Враги схватили ее. Снова допросы, пытки и смерть. Страшная смерть. Когда в последнюю минуту даже родной земли не увидишь. Фашисты выкололи Зине глаза. Уже не надеясь вырваться на свободу, Зина нацарапала гвоздиком на стене камеры едва заметную картинку. Девочка с косичками и слова. Приговорена к расстрелу. Зина нацарапала гвоздиком на стене камеры. Зина нацарапала гвоздиком на стене камеры. По ком звонят колокола? Они звонят по детям человеческим. По сильным и слабым, маленьким и большим. По детям, которые любили играть и в куклы, и в войну, И родину любили до конца. Пятиклассника Мусю Пенкинзона из станицы Усть-Лобинской Гнали на расстрел в толпе мирных жителей. В руках у мальчика была скрипка. На краю рва он пристроил скрипку на плече и начал играть. При первых же звуках люди узнали «Интернационал». Выстрел оборвал эту мелодию. Пионера Мусю Пенкинзона фашисты расстреляли в 43-м. Это ведут на казнь юных минских подпольщиков. Имя девушки неизвестно. Юноша Володя Щербацевич. Их казнили в 41-м. Лариса Михеенко расстреляна в 42-м под Ленинградом. Лида Матвеева в 41-м под Москвой. Казнена. Погиб. Расстрелян. Фашисты сделали все, чтобы и Костя Феоктистов тоже погиб. В Воронеже при выполнении боевого задания. Справка. Товарищ Феоктистов Константин Петрович, находясь в обзводе разведки, рискуя жизнью под пулеметно-минометным огнем, неоднократно ходил в разведку и добывал ценные данные войскового характера. В августе 1942 года попал в руки к противнику и расстреливался гестаповцами. Летчик-космонавт, герой Советского Союза, Константин Петрович Феоктистов. Все мои походы через линии фронта и обратные, и все хождения по городу кончались успешно и благополучно. Везло, наверное. Но один раз не повезло. Уже когда в городе было запрещено хождение жителям, жители были из города эвакуированы. Ну, а я шел по городу, на глухой улочке попался я, патрулю. Завели во двор. Такой бестолковый, короткий допрос, который кончился тем, что выстрелом в упор. А меня подвели к яме, так что я тут же в эту яму метра два глубиной упал. Ну, постояли они, по-видимому, некоторое время около меня. Я сразу же очнулся. Повезло мне. Оказалось, что я все-таки был ранен только в челюсти и шею. Они ушли. А через некоторое время я выбрался и начал пробираться к своим. Ну, кровь много потерял. Меденную. Через двое суток только добрался. Хотя тут хода-то прямого было всего лишь несколько часов. Ну, вот на этом, собственно, и кончились мои военные приключения. Но вообще-то, на самом деле, конечно, война не для детей. Это кровавое дело, очень тяжелое, которое чаще всего окончается трагедией. Что же делало детей солдатами? Ребячья смелость? И она, конечно. Дети боятся темноты, но не боятся погибнуть. Они просто еще не понимают, что это возможно. Они, что называются, не чувствуют края. Но их столько воевало изо дня в день, из года в год. И не только по ребячьей безрассудной смелости. По воспитанию. Им было у кого учиться. Рядом сражались их отцы. Сражались люди, воспитанные октябрем и советской властью. Коммунисты, интернационалисты. Они и детей своих растили, пусть не всегда в достатке, но всегда в любви. К семье, труду, к родине. Аркадий Каманина выпустил в первый самостоятельный полет Отец, командир 5-го штурмового авиационного корпуса, герой Советского Союза, генерал-майор Николай Петрович Каманин. Аркадий стал летчиком в 14 лет. Летал много и по-мальчишески азартно. Выполнял боевые задания на Калининском фронте. Летал над Гурском, Харьковом, Полтавой, Киевом, Львовом. 800 часов провел в воздухе. Войну гвардии старшина Аркадий Каманин закончил кавалером Ордена Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды, трех боевых медалей. 11 июня 1944 года в Киеве перед частями, уходящими на фронт, зачитали указ Президиума Верховного Совета СССР. За сохранение двух полковых знамен частей Красной Армии в период оккупации города Киева наградить школьника Кравчука Константина Кононовича Орденом Красного Знамени. Сколько их было, таких, как Костя. Таких, кто хранил знамя, собирал оружие, берег свой пионерский галстук. В наградных документах почти никогда не упоминалось, что речь идет о детях. Их воинская доблесть шла в одном строю с мужеством бывалых солдат. Мы долго и трудно шли к победе. И последние шаги были не легче первых. На ступенях Рейхстага взвод полковой разведки 150-й стрелковой дивизии. Тот самый, который водрузил над Рейхстагом знамя победы. На этом снимке молодые и счастливые герои. Сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария. А впереди всех мальчик. Сын полка. Жора Артеменко. В пионеры его принимали в 43-м. Разведчики выкроили для него галстук из пробитого пулями красного флага. И было юному пионеру 10 лет. В 12 он брал Рейхстаг, солдат Георгий Артеменко. Второго мая счастливого 45-го года он стоял на ступенях Рейхстага. С ним его боевые товарищи. А за ним миллионы тех, кто не дошел, не дожил, не довоевал. За ним тысячи его ровесников. Потому что на войне маленьких не было. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok